На прошлом занятии мы с вами рассмотрели модели данных. Рассмотрели такие модели, как физические, рассмотрели документальные модели данных, теоретикографовые. Сегодня мы рассмотрим теоретико-множественную модель, а конкретно реляционную модель данных. Познакомимся с особенностями данной модели и основными понятиями реляционной модели данных. Реляционная модель данных от английского слова relation отношения базируется на математическом аппарате теории множеств и математической логики. Это чрезвычайно мощная и, в отличие от рассмотренных ранее теоретикографовых моделей, повсеместно применяемая на практике модель данных. Эта модель, где база данных представлена набором энергионных отношений, была предложена кодом в 1970 году и за разработку этой модели автор был достоин премии Тьюринга. Реляционный подход обозначает определенную идеологию создания баз данных. Реляционный называется база данных, в которой все данные, доступные пользователю, организованы в виде таблиц, а все операции над данными сводятся к операциям над этими таблицами. Основными понятиями реляционных баз данных являются такие понятия, как тип данных, отношения, сущность, атрибут, домик, артеж, первичный ключ. Понятие «тип данных» в реляционной модели данных полностью аналогичное понятию типа данных в языках программирования. Обычно в современных реляционных базах данных допускается хранение символьных, числовых данных, битовых строк, специализированных числовых данных, таких как деньги, специальные данные, дата, время, временной интервал. Отношения представляют собой двумерную таблицу, содержащую некоторые данные. Сущность – это обособленный объект или событие, информацию о котором необходимо сохранять в базе данных и которая имеет определенный набор свойств, атрибутов. Сущностями могут быть как физические, то есть реально существующие объекты, например, студент. Это сущность, его атрибуты, номер, идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, специальность, номер группы. Так и абстрактные объекты, например, экзамен. Атрибутами могут быть дисциплина, дата, преподаватель, аудитория. Для сущности различают тип и экземпляр. Тип сущности характеризуется именем и списком свойств, а экземпляр – конкретными значениями свойств. Атрибуты представляют собой свойства, характеризующие сущность. В структуре таблицы каждый атрибут именуется, и ему соответствует заголовок некоторого столбца от таблицы. Атрибуты сущности бывают идентифицирующие и описательные. Идентифицирующие атрибуты имеют уникальное значение для сущности данного типа и являются потенциальными ключами. Они позволяют однозначно распознавать экземпляры сущности. Из потенциальных ключей выбирается один первичный ключ. В качестве первичного ключа обычно выбирается потенциальный ключ, по которому чаще происходит обращение к экземплярам записи. Первичный ключ должен включать в свой состав минимально необходимое для идентификации количество атрибутов. Остальные атрибуты называются описательными. Атрибуты бывают простые и составные. Простой атрибут состоит из одного компонента. Его значение неелимо. Составной атрибут является комбинацией нескольких компонентов, возможно, принадлежащих разным типам данных, например, адрес. Решение о том, использовать составной атрибут или разбивать его на компоненты, зависит от особенностей процесса его применения и может быть связано с обеспечением высокой скорости работы с большими базами данных. Атрибуты различают однозначные и многозначные. Атрибуты могут иметь, соответственно, одно или много значений для каждого экземпляра сущности. Основные атрибуты – это атрибуты, значение которых не зависит от других атрибутов. Значение производного атрибута вычисляется на основе значений других атрибутов, например, возраст человека вычисляется на основе даты его рождения и текущей даты. Описание атрибута состоит из его названия, указания типа данных и описания ограничений целостности, то есть множества значений, которые может принимать данные атрибуты. Такое понятие, как домен, представляет собой множество всех возможных значений определенного атрибута отношения, то есть это множество. Схема отношения представляет собой список имен атрибутов с указанием имен домена, то есть это заголовок отношений. Мощность этого множества называют степенью или артностью отношения. Набор именованных схем отношений представляет собой схему базы дат. Картеж, соответствующий данной схеме отношений, представляет собой множество пар имя атрибута, значения, которые содержат одно вхождение каждого имени атрибута. Аргумент значения является допустимым значением домена данного атрибута. Первичным ключом, ключом отношений или ключом атрибута называют еще ключевым атрибутом, называется атрибут или набор атрибутов отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его картежей. Первичный ключ по определению уникален, то есть в отношении не может быть двух разных картежей с одинаковыми значениями первичного ключа. Атрибуты, заставляющие первичный ключ, не могут иметь значение 0. Понятие 0 в теории реликционных баз данных призвано обозначать отсутствие какого-либо значения атрибута. Для каждого отношения первичный ключ может быть только один. Каждое отношение обязательно имеет комбинацию атрибутов, которые могут служить ключом. Возможны случаи, когда отношения имеют несколько комбинаций атрибутов, каждый из которых однозначно определяет все картежи отношения. Все эти комбинации атрибутов являются возможными ключами отношения. Любой из возможных ключей может быть выбран как первичный. Внешние ключи – это основной механизм для организации связей между таблицами и поддержания целостности и непротиворечивости информации в базе данных. Внешний ключ – это набор атрибутов одного отношения, являющийся возможным ключом другого отношения. Благодаря наличию связок между возможными и внешними ключами обеспечивается взаимосвязь картежей определенных отношений, которые тем самым способствуют поддержке базы данных в таком состоянии, что ее можно рассматривать как единое целое. Отношение, содержащее внешний ключ, называется дочерним. Отношение, содержащее связанное с внешним ключом, возможных ключ – родительские. Типы данных, а в некоторых субботах и размерности, соответствующих атрибутов внешнего и родительского ключей, должны совпадать. На экране вы видите связь основных понятий реликционной базы данных. Здесь типами данных могут быть целый тип, строковый тип, тип данных, даты или другие, как и на специализированные типы. В этой таблице вам больше знакома работа с таблицами. Вот она таблица, состоящая из четырех столбцов. Столбец, номер студенческого билета, фамилия, имя, отчество студента, дата рождения и номер группы. То есть у нас получается, что сама таблица будет называться отношение. Атрибутов у нас четыре, так как четыре столбца. Атрибуты имеют название номер студенческого билета, фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер группы. Картеж, это одна строчка, одна запись. Вот картеж есть, 1223, Куликов, Максим Петрович, 2304, 90, 301. Вот это картеж. Это целая запись одной таблицы. Первичный ключ, мы сказали. Первичный ключ, это значение атрибута, которое однозначно определяет картежку. Так как фамилии могут быть, могут существовать на фамилии, причем могут встречаться полные тезки, поэтому первичным ключом будет номер студенческого билета, как один из возможных ключов. Здесь мы не рассмотрели такое понятие, как домен. Домен — это множество значений. Так как у нас 4 атрибута, 4 столбца, то у нас 4 домена. Домен первый — это номер студенческого билета. Значениями домена являются 1223, 1224, 1225, 1226. То есть множество значений этого столбца. Второй домен, фамилия и имя, учество. Значениями являются Куликов Максим Петрович, Данилова Ольга Викторовна, Васин Сергей Иванович и Лялин Петр Данилович. Третий домен, соответственно, дата обреждения, четвертый номер группы. Если бы встречались студенты из одной группы, например, тогда бы у нас значение домена было бы не 4, а 3. То есть значение домена — это значение множества. Таблица, которая соответствует отношению, имеет ряд особенностей. В таблице не может быть двух одинаковых строк. Таблица имеет столбцы, соответствующие атрибутам отношения. Это мы только что рассмотрели. Каждый атрибут в отношении имеет уникальное имя. Порядок строк в таблице произвольный. В общем случае, можно сказать, что и порядок столбцов в таблице произвольный. Потому что для каждого столбца атрибута задается домен, из которого этот атрибут принимает значение. И это соответствие закрепляется понятием системы отношения. Но при проектировании базы данных уже практически, всегда учитывать, что первичные ключи являются первыми, скажем так, столбцами. Это первый столбец. Нельзя его перенести в конец таблицы. На экране вы также видите таблицу в соответствии элементов революционной модели данных и формы ее представлений. К примеру, еще разу, если мы называем, что основным элементом революционной модели данных является отношение, то она будет выглядеть как наша таблица. Схема отношения – это строка заголовков столбцов таблицы, то есть заголовок таблицы. Картеж – это одна строка таблицы, либо запись, по другому. Сущность – это описание свойств объекта. Сущность студента – это совокупность всех. Вот если картеж, то есть в принципе сущность. Атрибут – заголовок столбца таблицы. Схема – это все столбцы, то есть перечисляются. А атрибут – это название одного столбца. В доме множество допустимых значений атрибута. Значение атрибута – это значение поля в записи, конкретно Иван, Петр, Андрей. Первичный ключ – это один или несколько атрибутов, которые однозначно идентифицируют запись или картеж. Тип данных – это тип значений элементов таблицы. Но обычно тип данных в базе данных буквально соответствует типу данных в языках программирования. То есть он более расширенный тип. Ограничение целостности. Чтобы информация, хранящаяся в базе данных, была однозначной и непротиворечивой, в реляционной модели устанавливаются некоторые ограничительные условия, то есть правила, определяющие возможные значения данных. Они обеспечивают логическую основу для поддержания корректных значений данных в базе. Ограничения целостности позволяют свести к минимуму ошибки, возникающие при обновлении и обработке данных. Важнейшими ограничениями целостности являются категорийная целостность и ссылочная целостность. Ограничение категорийной целостности заключается в следующем. Картежи отношения представляют в базе данных элементы определенных объектов реального мира. Категория. Первичный ключ таблицы однозначно определяет каждый картеж и, следовательно, каждый элемент категории. Таким образом, для манипулирования данными, содержащимися в строке таблицы, необходимо знать значение ключа этой строке. Поэтому строка не может быть занесена в базу данных для тех, пока не будут определены все атрибуты ее первичного ключа. Кратко, правила категорийной целостности можно сформулировать следующим образом. Никакой атрибут первичного ключа строки не может быть пустым. Второй вид – это ограничение ссылочной целостности. При построении отношений для связывания строк одной таблицы со строками другой таблицы используются внешние ключи. База данных, в которой все непустые внешние ключи ссылаются на текущие значения ключей другого отношения, обладают целостностью на уровне ссылок. Из этого утверждения вытекает, что внешние ключи также не должны содержать пустых значений, то есть 0 значений. Для обеспечения целостности данных предусмотрены следующие действия. При удалении из отношений записи нужно проверить отсутствие ссылок на удаляемую запись во всех связанных с ним отношениях. Причем, прежде всего, следует удалить в связанных отношениях все записи, которые ссылаются на удаляемую запись. И только после этого – саму запись. Например, есть база данных студенты, которая состоит из двух таблиц. Первая таблица – личные данные студента, то есть идентификационный номер, фамилия, группа, где он учится, домашний адрес. Вторая таблица – это его оценка, то есть его успеваемость. Она будет также состоять из идентификационного номера, чтобы можно было найти связь. И оценки по предметам. И вот если наш студент очислился или перевелся в другой вуз, то есть прежде чем удалить запись об этом студенте из главной таблицы, где личные данные, нужно сначала удалить все записи об этом студенте во всех остальных таблицах. То есть сначала удалить все его оценки. И только потом удалять в главной таблице. Второе действие. При изменении значения связующего поля в одном отношении, необходимо обязательно изменить значение поля связи в другом отношении. То есть если тот же студент решил не очисляться, а перевестись в другую группу, то мы сначала должны изменить название группы, номер группы, все эти данные в подчиненных таблицах и только потом уже в главной таблице. Чтобы не было как бы двух студентов, вот личность одна, а по списку, чтобы не оказалось, что два студента учатся в разных группах. Чтобы такой ситуации не возникло, нужно сначала изменить данные в зависимых таблицах. Ну и третье. Это при добавлении новой записи в отношения, в котором осуществляется ссылка на значение в другом отношении, требуется проверить наличие связующих полей в отношении, на которое дана ссылка. То есть прежде чем вводить оценки студента, нужно, чтобы информация об этом студенте уже существовала. То есть нельзя сначала ввести оценки, а потом вводить данные личные. Порядок должен быть. Сначала ввели личные данные, в главной таблице запомнили, и только потом запомнили дочернюю таблицу. Ограничение целостности в базах данных. Могут задаваться либо при описании баз данных, их называют декларативный способ задания, либо в программах обработки данных, то есть процедурный способ задания. Большинство СУБД революционного типа осуществляют контроль ссылочной целостности данных. Контроль данных на непротиворечивость выполнения СУБД автоматически выполняется в следующих случаях. Как только что сказали, при добавлении данных в подчиненную таблицу, при удалении данных из главной таблицы, при модификации значения поля связи как главной, так и в подчиненной таблице. Это все, что касается ограничений целостности базы данных. С революционной моделью данных более подробно мы с вами познакомимся на следующем занятии. На сегодня мы с вами посмотрели основные понятия революционной модели, такие как отношения, картеж, атрибут, домен, степень, арность, ключи внешние, первичные. И посмотрели основное понятие, такое как ограничение целостности. Более глубоко эту тему рассмотрим на последующих занятиях. На экране у вас вопросы для закрепления, на которые вы должны ответить. Субтитры создавал DimaTorzok